Бантик, давай, не подведи. Бантик так ласково называет своего партнера лучший всадник Краснодарского края. А вообще, кличка буденовской лошади – бунт. И он не подвел. Сочинец Владислав Осипов по итогам соревнований в категории юноши стал обладателем главного приза. На нем я постоянно работаю. И вот успехи уже есть. Потихоньку добиваемся. Много было эмоций, много участников. И было очень весело. Но Кубок губернатора – не единственный трофей, который спортсмен конной спортшколы номер 15 города Сочи завоевал в этом месяце. Далее был турнир на призы депутатов краевого парламента, где Владислав с бунтом также вырвались вперед. И помимо медали привезли в Сочи авторские бронзовые скульптуры всадника и лошади, созданные по заказу Законодательного собрания Краснодарского края. Оба турнира по конному спорту – одни из самых статусных на юге России. Состязания собрали лучших спортсменов Кубани и ряда других регионов. Спортсмены 12-14 лет преодолевали препятствия высотой 110 сантиметров. Всадники в возрастных категориях 14-16 лет в 130. Ну а спортсмены от 16 лет брали барьеры в 140 сантиметров. В командном зачете воспитанники 15-й конно-спортивной школы, которые входят в сборную города, также всегда оказываются на коне. В этом году выступала у нас девочка в составе сборной края на чемпионате России, на спартакяде России в Москве. И выступила лучше всех из тех спортсменов, которые были в сборной края. В том году мы тоже выступали на чемпионате России в Москве и заняли командой второе место среди 19 регионов России. И вообще Сочи в этом году доминирует среди всех других школ, которые с края Сочи. Я считаю, что пока лучше всех. В конце октября у сочинцев снова соревнования по конкуру, но уже дома. На региональный турнир в Сочи съедутся десятки спортивных пар из всех клубов и кон, школ Кубани, Ставропольского края, Ростовской области и Крыма. Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.